В студии Евгения Даровская. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о некоторых заметных темах этого дня. Высокая пожароопасность сохраняется в регионе. В ближайшие три дня воздух в Алтайском крае будет прогреваться до 26, местами 30 градусов. При этом ожидается дождь, гроза, град и порывистый ветер. Как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС, самая неблагоприятная ситуация в Ключевском и Волчихинском районах. Спасатели просят не оставлять горящий огонь без присмотра. И не потушенные костры, окурки, а около дачных участков не сжигать траву. Если вы увидели пожар, то попробуйте потушить его своими силами. Иногда для этого достаточно затоптать пламя. Но если оно большое, нужно позвонить в МЧС по телефону 101. А жители барнаульского поселка Казенная Заимка уже пятый год подряд страдают от нехватки воды. Летом она появляется только по ночам, а днем исчезает вовсе. Власти еще в прошлом году обещали решить проблему, построив дополнительный резервуар на водозаборе. Но ничего не изменилось, рассказали местные жители. Нехватка воды в Казенной Заимке связана с тем, что с наступлением дачного сезона сильно увеличивается расход. Дело в том, что на 4000 жителей приходится всего одна водонапорная башня, которая, конечно, не справляется с нагрузкой, особенно в жаркий сезон. Вода появляется, но только в полночь, когда люди спят. Дети не выдерживают этого. Вот вчера воду пришлось сначала собирать ее ночью, потом вечером греть и ребенка ополоснуть. Потому что невозможно было, ребенок уже грязный был. Пришлось так ее поливать из чашечки. Люди, вот у нас соседи, инвалиды есть, они пьют из бочки воду дождевую, потому что не могут дойти купить воду. Как многотысячный поселок обходится без воды и что помешало властям выполнить обещанное, расскажем в ближайших выпусках новостей. Судьбоносное решение для всех легкоатлетов страны, возможно, будет принято через несколько дней в Монако. Именно там пройдет заседание Совета Международной Федерации Легкой Атлетики, где рассмотрят главный вопрос последних лет – восстановление в статусе Всероссийской Федерации Легкой Атлетики. Это значит, что в случае положительного итога барнаулец Сергей Шубенков уже на ближайших стартах в Марокко может состязаться как россиянин, а не как нейтральный атлет. Буквально перед самым вылетом в Рим с ним и его тренером Сергеем Клевцовым пообщался Кирилл Политов. Я надену форму сборной и лягу в ней спать. Форму с расцветкой сборной Шубенков держит на готове, надеется и верит. Верит в здравый смысл и надеется на положительное решение. Новая дата – 9 июня Монако. Именно там решится судьба отечественной сборной легкой атлетики. Это будет позже, пока дороги Клевцова и Шубенкова ведут в Рим. Там через два дня анонсированы старты коммерческой лиги. Все мысли только об этом. Начали сезон в Китае, было два старта, Шанхай, потом Нанкин через два дня на третий. Слушай, ну в принципе хорошо начали сезон, в принципе как обычно. Получилось, что в Нанкине я пробежал на десятую медленнее, чем в Шанхае, но это в принципе начало сезона, ничего такого ждать не стоило от меня. И в принципе, если ситуация, когда я бегу через два дня на третий, а потом, например, еще через два дня еще на третий, и там получается три старта за неделю, это нормальная ситуация для августа или сентября, но не для мая. Вот так Сергей Шубенков начинает свой разбег. Это один из его любимых стадионов, арена в китайском Шанхае. Не состязался с сентября прошлого года. Третий результат, олимпийский чемпион Амар Маклеуд впереди. В стане знаменитого тандема никакой паники и переживаний. Говорят, это только самое начало, главное дуэли осенью. В календаре уже красным фломастером обозначена дата 27 сентября. На это время назначен чемпионат мира. Сергей Клевцова, его подопечный должен будет выйти на пик формы. Секретов подготовки не выдает, да и вряд ли обыватели их поймут, предпочитает образные сравнения. Ну вот, к примеру, берет какой-нибудь скульптор, камень большой. Подумал? Не, недостаточно большой. Он еще больше, еще берет больше. И потом он у него, как у Церетеля, он такой здоровенный. И он начинает его опта. Вот этим мы сейчас и занимаемся. И получается, Петр Первый там стоит. Ну вот. Барнаул, Адлер, Китай. Вновь Адлер и снова родной Барнаул. В этот самый момент, пока вы смотрите репортаж, тендем Сергеев уже в Италии. Наверняка проходит разминку на местной площадке. Старт намечен на 6 июня. Это будет бриллиантовая лига. После Барнаульца ждут в Марокко. В 2019-м чемпионат мира держим в уме, но не забываем, что следующий год олимпийский. Главное сейчас это ментальность. Ментальность какая? Что-то постепенно растет и все. Больше ни о чем думать не нужно. Кирилл Политов, Андрей Печоркин. День с толком. А для планирующих отдых на Алтае накануне обсуждали старт летнего туристического сезона. Нет никаких оснований снижать размер курортного сбора, который с начала этого года вырос на 20 рублей и теперь составляет 50. Такое мнение озвучил на пресс-конференции, посвященной старту сезона, начальник Краевого управления по развитию туризма Евгений Дешевых. Напомним, депутаты города-курорта Белокуриха призывали снизить сумму курортного сбора с 50 до 30 рублей. Они отмечали, что курортный сбор, который был введен год назад, привел к тому, что люди просто отказывались его платить. В прошлом году неплательщиков официально выявили 78. В этом году, когда сбор увеличили, уже 114. Но, правда, для чиновников сферы туризма такие показатели не являются основанием для снижения налога. Среди общего количества людей, заплативших курортный сбор в прошлом году, а это 77 тысяч с лишним человек, это 0 целых, там какая-то одна, наверное, десятая всего. Власти признают, что платить курортный сбор действительно хочется не всем, но, по их мнению, это происходит лишь от непонимания того, куда идут средства. И главная цель, считая дешевых, объяснить туристам, что деньги вкладываются прежде всего в благоустройство курортной зоны. Календарь в этом году сделал детям настоящий подарок. День защиты детей выпал на субботу. Поэтому, конечно же, в каждом уголке края в этот день было шумно и весело. В парке «Лесная сказка» виновники торжества даже совершили космическое путешествие. Праздник для них устроили сотрудники «Сибирской медиагруппы». Сейчас всех попрошу закрыть ушки, потому что мы будем взрывать шарик. Готовы? Итак, мне понадобятся ножницы. Я лопну шарик и появлю настоящую бутылку газировки. На борту космического корабля был даже свой фокусник. Вместе с ним гости праздника путешествовали по вселенной детства. Также не обошлось без музыки и танцев. На сцене парка «Лесная сказка» музыкально-хореографические коллективы выступали под всеми любимые песни. Подпевали даже взрослые. На одной из остановок детей встретил король вкусняшек. Путешественники придумали для него рецепт уникального блюда. В нем были совершенно неожиданные ингредиенты. Помидор, конфеты, торт, шоколад. Секретным компонентом стала колбаса. Ее же вручали победителям. Я написал пиццу с колбасой. А почему? Ну, потому что это всем любимый продукт. Колбаса и пицца. В праздник устроила компания «Барнаульский пищевик». Спонсоры также предоставили вкусные и полезные призы. Колбасные изделия, предназначенные для детского питания от трех лет. Это колбаса «Тимка», «Сосиски сказка», «Сардельки». Приобрести специальную продукцию можно в фирменных магазинах «Мясная лавка» и других магазинах нашего города. Генеральный спонсор праздника – Банк Восточный. О нем расскажем в следующем сюжете. Да, Банк Восточный в этот день действительно взял на себя роль настоящего волшебника. В день защиты детей происходили истинные чудеса. Учиться помогали особенным детям. Полосатый супергерой, веселые танцы и море воздушных шаров. Таким сделали праздник представители Банка Восточный. За участие в каждом конкурсе дети получали призы. Мы не только работаем с кредитами, вкладами, переводами, но также у нас есть свой фонд. Фонд Восточный. Мы помогаем ребятишкам, которым нужна наша помощь. И мы сейчас хотим вручить этот ноутбук Дарье. У Даши детский церебральный паралич. Ей 10 лет. И она круглая отличница. Готовится пойти в четвертый класс. Для нас это действительно окно в мир будет, потому что у меня ребенок очень много проводит времени в интернете. Но он не увлекается космосом, читает книжки. Теперь мы сможем не только дома находиться, учиться, читать, но еще брать с собой ноутбук на реабилитацию. Банк Восточный подарил так уже более 700 ноутбуков. Акция «Окно в мир» проходит по всей стране с 2012 года. Она создана, чтобы помогать детям с ограниченными возможностями здоровья. Главная цель акции – с помощью компьютера подарить возможность учиться и развиваться. Масштабные празднования в День защиты детей устроили сразу в нескольких кварталах Барнаула. Ведь лето – самое время вдоволь отдохнуть и поиграть в активные игры во дворе с друзьями. Начать день с активных игр, да еще и с супергероями – мечта любого ребенка. Несмотря на дождь, маленькие жители кварталов Дружный, Лазурный и 2000 вместе с родителями приняли участие в большом празднике в честь Дня защиты детей, организованном компанией «Жилищная инициатива». Повеселиться с ростовыми куклами, побороться за приз в конкурсе рисунков, загримироваться в яркую зверушку или полакомиться стаканчиком любимого лимонада. И все это не выходя из двора. Очень хорошо, очень позитивно, значит, вдохновляет. Вообще классно. Тут весело. Тут веселье, еда, развлечения, братья, конкурсы и все остальное постоянно проводится. На самом деле очень нравится данного рода мероприятие, потому что на самом деле праздник для детей, для квартала. Ребятишки, в частности, и знакомятся здесь, и родители знакомятся здесь. Поэтому я считаю, это очень важно. Представители интересные, все время разные. Супергерои, дети. Всегда веселятся, нравится им. Лично не все молодец, всегда проводят праздники. Праздники – дополнительный и уже традиционный бонус к комфортным условиям проживания в кварталах от компании «Жилищная инициатива», где рядом близкие и вся необходимая инфраструктура. О погоде сразу после выпуска новостей. Спонсор прогноза – компания «Ивалар». У меня к этому часу все новости. До встречи в вечернем эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова